Я начну с того, что все-таки, вот как было сказано уже у нас, что это был год коронавируса, ковида, и вот власть не справилась или не вытремала вот этот вызов ковида. Ну, правда, в какой-то степени это так, и 20-й год это год коронации, коронавируса, 21-й год это год будет вакцинации, если взять, скажем так, мировой контекст. И мы видели, что во многих странах, так, вообще 20-й год это была поломка мира, он ведь поломался, вот тот привычный мир, как-то так неожиданно, как бы без предупреждения, без напоминаний и так далее. Разве сломался? Привычная жизнь сломалась. Но это не значит, что сломались многие страны. Наоборот, некоторые страны, наоборот, укрепили свой социальный иммунитет, укрепили свои порядки и, ну, достаточно, скажем так, оптимистично смотрят уже на постковидный мир. Некоторые, скажем так, поломались или сломались вместе с миром. В какой-то степени можно говорить и про нас. Да, мы выжили, есть у нас запасы выживания, но вот есть вопросы, как дальше двигаться. Потому что есть ощущение того, что есть некое ощущение такого застоя или тупика. Или ощущение того, что есть такой кризис целей, национальных целей, кризис целеполагания. И, с одной стороны, согласен с Миколою, что Влада не вытремала. Но в данном случае, знаете, даже интересно то, что мы говорим «Влада». А что такое «Влада»? Мне кажется, что государственный механизм тут важный момент. Так что вот эта система, мы говорили о «bad company», но есть еще вот такое понятие, как «bad government», то есть плохое правление. Плохие институты. И как бы «Влада» — это держава. Значит, державный механизм или государственное управление, управительственность от слова «и правила, и право», и умение использовать право и правила для управления, вот это все тоже где-то поломалось в 2020 году, и которых, ну, надо, так сказать, в срочном порядке и починить бы не мешало. Так что это первое. Второе. Вот все-таки в чем ощущение вот какого-то, скажем так, остановки какой-то, так, отсутствие вот какого-то драйва, национального или государственного драйва, или политического драйва? Как я уже сказал, вот это как бы кризис целей, кризис целеполагания. Потому что у нас с 90-х годов, с начала 90-х годов всегда была, скажем так, великая цель. Можно спорить правильно-неправильно, но она была. Это Европейский Союз и НАТО. Это евроанатлантическая интеграция. Можно внести изменения в Конституцию, но, знаете, парадокс в том, что чем больше вы это все пишете на бумаге и, скажем так, даете, скажем так, отчет или отчитываясь о том, что вот мы эту цель внесли в Конституцию, тем меньше может быть практических шагов по реализации этой цели. Тем более сейчас, когда коронавирусный мир вот поломался и, возможно, в 21-м году эта поломка будет устранена, тогда вот эти, скажем так, большие цели могут вернуться в украинскую политику. Но на данном этапе все-таки мы находимся вот в этом, скажем так, периоде между имитацией реформ, потому что как-то, ну не могу я сказать, что это, скажем так, полноценные реформы, а с другой стороны вот какого-то ощущения застойности, такой нестабильной застойности, потому что эта застойность не дает стабильность, она только генерирует постоянную нестабильность и постоянную текучесть всего, институтов, политики и так далее. Такая текучая политическая реальность. Вот вместо того, чтобы сочетать вот эту текучесть и с какими-то незыблемыми, константными механизмами, институтами управления. Кризис целеполагания, в свою очередь, он генерирует другой кризис. Кризис смысла страны в этом мире, геополитического смысла страны или Украины, смысла независимости, потому что тогда возникает вопрос, а ради чего, вот точнее возникает вопрос, а что дальше? Надолго это вот такое застрять, я бы так сказал, в истории, или точнее в постистории. Потому что ковид в какой-то степени, скажем так, не длительное по историческим меркам, но достаточно продолжительное состояние постистории. Потому что страны закрываются, например, закрывают бизнесы, закрываются, скажем так, полноценные саммиты, встречи, и даже дипломатию ставят на паузу, многие. Тем более, ну, возможно, что новая американская администрация разблокирует все эти паузы, так? Но пока вот такое ощущение. И вот тогда возникает вопрос, а независимость ради чего? Это независимость для элит? Или независимость для всех? Если это независимость для элит, ну, то тогда главная цель – обогащайтесь. А если главная цель – обогащайтесь, ну, тогда будет доминировать что? Ну, скорее коррупционные практики, схемы, а не институты и механизмы управления развитием, прогресса. Независимость ради обогащения или ради прогресса? Модернизации. И вот тут очень правильно, мне кажется, я вот это ухватил, то, что Виктор Сергеевич говорил. А тогда, если независимость ради обогащения, или страна существует ради обогащения, или, точнее, это ради… страна существует ради элит, а не для себя. Ну, тогда выходят на первый план схемы. И правят тогда не институты, а схемы. Разница в чем? Потому что институт – это прозрачное, полноценное, конституционное правило. Схема всегда – это в серой зоне между правом и неправом, между законом и нарушением. Это всегда как бы полулегальная и одновременно полукриминальная практика, незаконная практика. И тогда под схемы, если правят схемы, ищут правильных, умных менеджеров схем, а под институты, под правила, ищут государственных деятелей, государственных служащих, напоминаю, акцентирую внимание на слове «служащие», чтобы служение было, политики, с их, скажем так, полным, позитивным бэкграундом и так далее. И чем меньше целеполагание, тем больше вот такого стояния в постисторическом периоде, тем больше схем, и меньше институтов, и больше менеджеров схем, чем государственных деятелей, служащих, и публичных, ярких, жертвенных политиков и государственных служащих. Тут и правильно, вот Виктор Сергеевич сказал, тогда и возникает вот это состояние, что нас как бы как прокси страну используют. Что такое прокси-страна? Но вы нужны для того, чтобы каждый проводил свою политику через вас. Не прямо, а через вас. Косвенно. Используя вас как инструмент в продвижении своих разного рода целей, национальных целей. Вы инструмент реализации чужих национальных целей, а не полноценное государственное образование, которое может реализовать свои национальные цели. Но, как я сказал, как только есть кризис национального целеполагания, то вы можете проводить, даже если у вас есть инструментарий, свои национальные цели, если вы до конца, скажем, если вы ощущаете этот кризис национальных целей. Или произошло смещение этих национальных целей в пользу элит олигархических, каких угодно, внешнеуправляющих элит, внутреннеуправляющих элит. Но это элиты. Парадокс в том, что в ситуациях кризиса вот этот смысл появляется, потому что, допустим, в 2014 году люди почувствовали, что они защищают свою страну, и вот тогда дивиденд независимости, так называемый, вот он тогда как бы распространился на всю страну и с элит на массы, потому что до того тоже, скажем так, дивиденд независимости, это был в пользу элит, в пользу правящих классов. Ну а потом опять все вернулось на круги своя. Поэтому часто вот ощущение такое, что это как бы революция 14-го года, она незавершенная или недоделанная, или там частичная и так далее. Потому что опять вернулось к тому, что дивиденд независимости, это в пользу правящих слоев, а не в пользу низов, общества, всей страны в целом. Поэтому вот многие события на этой неделе, они симптоматично показали, вот этот, скажем так, вот эту всю историю с тем, как кадры формируются, голосуются, решаются. Почему именно в таком степени? Потому что когда кризис, например, какого-то линейного целеполагания, а на повестку дня становится, скажем так, задача сохранения единства страны, или там, скажем, балансирование или лавирование среди вот этих всех внутренних и внешних вызовов, вот тогда и кадровая политика, она выглядит так. С одной стороны Шкарлетт, с другой стороны новый министр ветеранов, генерал-майор СБУ, женщина, да, как фамилия, сейчас не помню. Вот так, которая пользуется авторитетом вот в этой среде ветеранской и со стороны гражданского общества. Вот вам, пожалуйста, представитель ректората, ректоров украинских, а вот вам представитель гражданского общества и так далее. Вот только это, это все, кстати, постоянно вот так вот, такие пазлы. И нашим, и вашим это называется, политика. И нашим, и вашим, вот, а не... И тут в три точки и повисает этот вопрос, а ради чего? Когда нету четкого понимания, ради чего все это, ну тогда играет роль... Если мы не знаем ради чего, значит, тогда будем ради себя. Значит, тогда все возвращается к схемам, а не к институтам. Институты — это всегда прогресс, это всегда развитие. Схемы — это всегда коррупция. Под любыми предлогами, под любыми лозунгами и прочим. Вот, например, посмотрим на последние, скажем так, кадровые ситуации. Или, точнее, проблема не столько кадровая, сколько проблема того, а что такое Кабмин и что с ним делать? И какая его роль и функция? Потому что сейчас я вижу, вот, с тем, чтобы, вот, кто лоббирует Витренко, ну, понятно, энергетика и так далее, и так далее, но даже не в этом. Хотят подвесить Кабмин. Подвесить, потому что, кажется, ну, если Витренко становится, вице-премьер-министром, первым министром энергетики, ну, это аппаратный вес, это и вес компетенции и так далее, это значит, можно уже прогнозировать, что через какое-то время кабинету Шмыгаля и премьер-министру Шмыгалю нужно готовиться на выход. Но тогда возникает вопрос. Если это, ну, скажем так, планируемая история, а не случайная история, скажем так, олигархического лоббизма, там, кто кого, Ахмедов или Коломойский, кто будет контролировать энергетику, а история связана с тем, чтобы усилить Кабмин и последующим выходом, на выход Кабмина Шмыгаля, значит, получается, что стратегия власти нынешней по поводу Кабмина, это так называемые короткие Кабмины. Вот был Кабмин Гончарука, побыл недолго. Теперь Кабмин Шмыгаля, побыл недолго. Следующий Кабмин Витренко. Ну, это короткие Кабмины, это, как бы, аналогия вот с историей Англии 17-го столетия, когда были долгие парламенты и короткие парламенты. У нас были и долгие Кабмины, так, например, при Янукове. А это короткие Кабмины. Да, Кабмины Гройсмана, того же Кабмина, Иценюка. А вот были там Кабмин, Киноха, короткие. И вот, мне кажется, я помню, в одном из интервью или в одном из комментариев президент Зеленский сказал, ну, ничего не получится, будем менять Кабмин, будем менять премьеру. Но, может быть, это такая, как бы, тактика коротких Кабминов. И, мне кажется, вот почему Тимошенко проголосовала за бюджет, потому что, очевидно, все-таки есть опасность или риски, давайте так скажем, мягче риски, что вот эти короткие Кабмины, они все-таки могут сказаться не в лучшую сторону с точки зрения управляемости. С точки зрения управляемости. Потому что, как только начинается, несложно убрать старый Кабмин, сложно сформировать новый Кабмин. Это опять начинается пир лоббизма, пир, скажем так, разного рода того, что уже Виктор Сергеевич сказал, как там рулеток, так, и лифтов, а не долговременной кадровой стратегии. И, таким образом, вот, все это может не усилить, скажем так, не усилить институты, а, так сказать, переформатировать схемы. Просто одна bad company будет сменена на другой bad company. А нам нужны хорошие институты. Good company, так, или good government. Хорошего правления нужно. Вот, мне кажется, есть вот эти проблемы, которые, вот, симптомы которых вот мы увидели на прошедшей неделе. Это, кстати говоря, главная задача на будущий год. Потому что тут нужно будет сыграть правильно и в вакцинацию, и в посткоронацию, и выстроить уже эффективные, выстраивать эффективные институты. Главное решить все-таки кризис целей. Мы достигли своей цели. Главная сейчас задача укреплять свой суверенитет, независимость и так далее, и укреплять экономику. Либо исторические цели еще не достигнуты, и надо к ним стремиться. Потому что по-разному можно, скажем так, вот, национальные целеполагания формировать. Наши центральноевропейские, восточноевропейские соседние, у них были цели. Вот, они достигли, вступили в НАТО, Европейский Союз. Ну, сейчас у них национальные цели. Иногда в противовес с теми, скажем так, тенденциями, глобальными трендами, которые идут из Вашингтона или из Брюсселя и так далее. Но они знают, что они хотят. Та же Польша, те же поляки, те же венгры. Вот. Мы, мне кажется, до сих пор все-таки до конца не решили, что мы хотим. А если мы не знаем, что мы хотим, и кто такие мы, то тогда, конечно же, главное становится в политике, это, ну, скажу мягко, мягко скажу, то, что можно обозначить под вот этой шапочкой, так, о чем говорил Виктор Сергеевич, схем, именем схем, а не именем страны или именем института.